В столичном аэропорту Внуково полиция задержала пьяного и печально известного Илью Прозорова, он же Фарафонов. 25-летний дебошир планировал улететь в Киров, но при входе в самолет избил стюарда. В итоге рейс пришлось задержать, стюарда менять, а Фарафонова везти в отдел. Все подробности в рубрике «Сводка». Да ж ты, чему, б***ь! Успокойся, дядь, что делаешь? Конфликт произошел 23 декабря. По данным Следственного комитета, бортпроводник не пустил Фарафонова в самолет «Москва-Киров». Стюарт заявил, что пассажир сильно пьяный, в таком состоянии не полетит. С такими аргументами Илья был несогласен и ударил сотрудника авиакомпании. По данным федеральных СМИ, бортпроводник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб руки. Сейчас следователи проводят проверку по статье «Хулиганство». Мажору Фарафонову грозит реальный срок лишения свободы и крупный штраф. В поселке Рудничный полицейские задержали 24-летнего сотрудника УФСИН, которого подозревают в убийстве 20-летней девушки. После задержания Алексей Костромин рассказал, что из-за ревности ударил свою подругу несколько раз молотком по голове, а затем скрылся. Потом он угнал машину, совершил ДТП и некоторое время прятался в лесу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Кирае оперативники Соснового отдела поймали так называемого офисного вора. 56-летний ранее судимый мужчина присматривал вещи, которые плохо лежат. В поликлинике он увидел дамскую сумку, внутри которой были документы, телефон, деньги на общую сумму более 32 тысяч рублей. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения злоумышленника поймали и арестовали, а с потерпевшей провели профилактическую беседу, чтобы больше вещи без присмотра не оставляло. На улице Красина двое молодых людей из подъезда похитили лебедку от старого лифта. В доме идет замена этого оборудования и, видимо, злоумышленники решили, что это абсолютно бесхозная вещь. Но, как выяснилось, нет. По приметам полицейские уже задержали похитителей. Сейчас идет проверка. Михаил Вагин. Место происшествия.